ай гай здравия всем с вами влад мадис давайте в этом видео обсудим сколько же стоит жизнь в одном из самых дорогих городов мира или сколько денег месяц я трачу на жизнь нью-йорке если интересно то подписывайтесь на мой канал итак поехали вообще у каждого человека свой лимит затрат в месяц да что ты говоришь свой лимит затрат месяц да свой лимит затрат месяц не умничай я вообще-то и не умничаю умничай ведь каждый должен понимать что есть обязательные статьи расходов такие как рент оплата жизни за квартиру арендная плата питание телефонная связь интернет и так далее а есть те статьи расходов необязательные которые зависят от уровня дохода человек такие как походы в театры кинотеатры дискотеки бары и так далее давайте поговорим о обязательных статьях расходов ежемесячно которые я трачу живя тут нью-йорке первое это арендная плата рент я живу под социальной программе тубы друг говоря нашим языком это трехкомнатная квартира но мне повезло я попал под социальную программу правительства соединенных штатов и плачу за квартиру 50 процентов стоимость и того моя плата в месяц на квартиру составляет две тысячи долларов следующая статья расходов это продукты питания питание твоей семьи с учетом того что я живу не один с женой двумя детьми ежемесячно на продукты мы план мы тратим приблизительно тысячу долларов это опять же приблизительно плюс-минус 10 процентов мы не ходим самые дорогие магазины такие как показывает своем блоге господин варламов очень с уважением к нему отношусь но он входит в магазин пол футс пол футс это дорогие продукты питания которые доступны элитные части населения либо тем кто чересчур заботится о своем питании на пп сидит то это не в разы дороже согласитесь если взять на примере буханка хлеба в обыкновенном магазине типа лидл который хожу я ссылочку на лидл я вам скину в описании этого ролика мы ходим именно конкретно в этот магазин покупаем продукты так как я живу в гарлеме в вест-манхэттене возле централ парк в лидл можно купить буханку хлеба за доллар 85 цент то же самое в магазине all foods будет стоить 6 долларов как понимаете разница в три раза поэтому повторюсь на продукты питания уходит 1000 долларов дальше неотъемлемая часть ежемесячных затрат это телефон с учетом того что младшему сыну у меня 6 лет ему телефон еще не нужен а старшему 12 за телефонную связь я плачу за троих за себя за жену из-за старшего сына приблизительно в месяц уходит на это 100 долларов также с учетом того что америка страна больших возможностей но и больших причудливостей скажем так не во всех апартаментах а скажем так 80 процентов апартаментов нью-йорке нету стиральных машин и сушилок и мы что делаем мы ходим прачечную влага нам повезло что лондри прачечная есть у нас в доме подвале в бейсменте на 1 на минус первом этаже одна сушка стоит 2 доллара одна стирка стоит 2 доллара приблизительно стираемся мы раз в неделю то есть четыре недели ну возьмем дополнительную постирку которая может произойти если дети испачкали одежду и так далее то есть приблизительно 5 стирок в месяц это 20 долларов приблизительно и также неотъемлемая часть затрат пункт 5 это интернет за интернет мы платим 50 долларов в месяц довольно таки хороший интернет называется он спектру ссылочку на спектру я тоже оставлю вам в описании как и на телефонную связь телефонная связь у нас минт мобайл от мобайл тоже довольно таки качественная связь дает она правда всего лишь по трафику в оплачиваемым нами сумме 15 гигабайт интернета но в принципе этого с головой хватает нам и мне и жене и сыну поэтому ссылочку тоже оставлю в описании и того мы имеем 5 пунктов обязательных затрат в месяц рент арендная плата квартиры питание интернет телефонная связь прачечная и забыл еще извините 6 пункт обязательно это проезд с учетом того что у меня нету машины она мне тут не нужно в нью-йорке почему не нужно потому что тут шикарная транспортная развязка и очень много метро и автобусных остановок зачастую на некоторых автобусах и во многих метрополитенах можно проехать бесплатно об этом я рассказывал предыдущих роликов ссылочку на эти видео я оставлю вам опять же в описании ролика можете найти не так вот неотъемлемая часть еще затрат это проезд ну в среднем где-то я и жена тратим на проезд вместе в совокупности за месяц 100 долларов вот теперь давайте сплюсуем все эти затраты первая арендная плата 2000 долларов второе пропитание 1000 долларов третье телефонная связь 100 долларов прачечная 4 20 долларов интернет 5 50 долларов и проезд 6 100 долларов того в сумме мы имеем 3270 долларов при моей зарплате хендимена 3 200 долларов в месяц как понимаете я ухожу в минуса полный поэтому приходится брать дополнительные заработки овертаймы халтуры всевозможные от финансов от жителей которые периодически предлагают повесить кондиционеры и помыть окна переустановить кран и так далее это дополнительный приработок помогает оставаться на плаву и второе мы не брезгуем с нашей семьей к обращению food pantry и food bank об этом я рассказывал много в одном из своих предыдущих видео ссылочку опять же на него оставлю в описании food bank и это такие места при церкви где вы можете бесплатно получить продукты питания причем очень качественные зачастую дают писташки креветки мясо фрукты и овощи и так далее все это абсолютно бесплатно получать эти продукты food bank ах или food pantry по-другому может любой главное иметь нью-йорк айди быть официально тут а мы находимся тут официально по программе you for you поэтому если хотите узнать как стать в очередь food bank или food pantry опять же напишите мне этот вопрос в комментарии об этом всем подробно рассказывает моя жена на своем украиномовном контенте ссылочку на него я оставлю в описании также нас спасает медстраховка медикей которую нам предоставила правительство соединенных штатов по программе you for you заключение что хочется сказать сравнивая мою предыдущую жизнь в одессе в украине и сейчас мою жизнь в одном из самых дорогих городов мира в нью-йорке чтобы мне выйти на тот уровень на котором жил я в одессе по затратам мне нужно тут зарабатывать минимум 8 тысяч долларов чтобы я жил так как я жил в украине до начала войны до того как я переехал жить в америка но подчеркну в украине у меня была машина я тратил значительную часть денег на затраты на машину бензин техобслуживания и так далее тут у меня машины нет вывод дешево или дорого жить в америке в нью-йорке делайте сами но как понимаете сейчас я живу в притирку самый самый поджим то есть хватает еле-еле выживать надеюсь что дальше будет лучше подписывайтесь на мой канал становитесь спонсором канала чтобы я добрался платные локации я уже говорил и буду говорить платные локации стоят много денег у меня пока на них нету средств но чтобы добраться в такие места как статуя свободы снять все нью-йорк с высоты птичьего полета в 360 градусов подняться там на рокфеллер центр или empire state building на это нужны средства поэтому если не жалко донать и спонсируйте доберусь во все локации так что готовлю для вас ряд материала ряд новых роликов снимаю ежедневно минимум мои видео выходят четыре раза в неделю так что подписывайтесь лайкайте пишите комментарии делитесь видосами это очень важно самое главное помните я подружу вас нью-йорком всем пока